В эфире новости Крым. В студии работает Елизавета Цареградская. Здравствуйте. С последним словом, сегодня в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону выступит незаконно задержанный гражданский журналист Нариман Мимедеминов. Вчера он и его адвокаты выступили в премиях. На прошлой неделе российский прокурор запросил для Наримана 6 лет лишения свободы. Поддержать Наримана Мимедеминова на Киевский майдан незалежности пришли его коллеги-журналисты и активисты. Говорят, акцию приурочили как раз к последнему слову гражданского журналиста в судебном заседании. Я прошел поддерживать своего коллегу Наримана Мимедеминова, который прямо сегодня, прямо сейчас, происходит над ним судилище в оккупированном Крыму. И сегодня он должен выступить за последним своим словом. И понятно, что, смотря на те выроки, которые происходят в так называемых кримских судах, он будет засуден до некоторых лет в везднице. И вот я пришел, чтобы тоже поддерживать его и рассказать, что существует такая проблема. Напомню, у крымского блогера и гражданского журналиста Наримана Мимедеминова российские силовики задержали 22 марта прошлого года. Оккупанты обвиняют его в призывах к террористической деятельности через интернет. Нариман освещал незаконные обыски и репрессии в отношении крымских татар на полуострове. Судебное заседание в сфабрикованном деле фигурантов ялтинской группы Хизбут-Тахрер перенесли на завтра. Об этом новостям Крыма рассказал адвокат Сергей Локтев. По его словам, в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону сегодня рассмотрели материалы дела заключенных крымских татар. Подзащитными и защитниками был заявлен ряд ходатайцев, в том числе о проведении пасторной судебно-лингвистической экспертизы. Было заявлено ходатайство о приобщении ряда документов. Практически во всех ходатайствах нам было отказано. Завтра у нас судебное заседание будет 10 часов. Напомню, Арсена Джипарова, Рифата Алимова, Эмирусийна Куку, Муслима Алиева, Инвера Бекирова и Вадима Серука задержали в феврале-апреле 2016 года в Ялте. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России оккупированным Крыму организацией Хизбут-Тахрер. К бойкоту празднования 70-летия парламентской ассамблеи Совета Европы присоединилась Польша. Это пятая страна, чья делегация игнорирует празднование. Об этом новостям Крыма рассказал член украинской делегации Алексей Гончаренко. Накануне Украина, Эстония, Латвия, Литва и Грузия подписали заявление о создании постоянной группы «Балтик-Плюс». Какие задачи перед собой она ставит, рассказывает Алексей Гончаренко. Напомню, об отказе Украины участвовать в осенней сессии в ПАСЕ написала в своем фейсбуке глава украинской делегации Елизавета Яскон. Сессия проходит с 30 сентября по 4 октября. Главу оккупационного совета министров Крыма назначили Юрия Гоценюка. Об этом сообщает оккупационное издание «Крыминформ». Ранее пост оккупационного премьер-министра и главы Крыма занимал Сергей Аксенов. 8912 рублей. Это 3342 гривны. Таким будет прожиточный минимум пенсионеров в оккупированном Крыму со следующего года. Об этом сообщается на сайте оккупационного парламента Крыма. Сейчас прожиточный минимум крымчан на 542 рубля меньше. Законопроект приняли сегодня депутаты оккупационного парламента Крыма. Действия оккупационной власти в Крыму угрожают объектом культурного наследия. Об этом идет речь в докладе генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле. Информацию новоцам Крыма подтвердила спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко. В докладе говорится о нарушениях прав украинцев и крымских татар на оккупированном полуострове, нарушениях в сфере образования и культуры, а также о преследованиях и незаконных арестах журналистов. Доклад рассмотрят на сессии исполнительного совета ЮНЕСКО, который состоится с 9 по 23 октября в Париже. Эта ответственность четко свидетела о том, что все международные мониторовые механизмы четко осуществляют и видят, что ситуация в оккупированном Крыму в сфере освяти, науки, свободы, ЗМИ остается критичной. А это означает, что мониторинг триватимет. И, насколько мы знаем, уже был проведен первый этап прямого мониторинга ЮНЕСКО, который полегал в том, что в конце этого года произошло два визита экспертов ЮНЕСКО в Украину. Первые крымско-татарские фильмы сказку Хевердеде показали на фестивале Масалфест в Бахчисарая. Какими были впечатления и отзывы зрителей, смотрите далее. На фестивале культуры Масалфест гостей знакомили с традициями и обычаями крымских татар и угостили блюдами национальной кухни. Мы собрались здесь за одним столом, вспомнили наши обычаи, еще раз их увидели, прочувствовали. Кухня великолепная, я просто даже не ожидала, что еще будут такие угощения. Ну а сказку я очень хотела давно посмотреть. На фестивале показали первый крымско-татарский фильм-сказку Хевердеде. Посмотреть его приехали бахчисарайцы и жители близлежащих сел. Переполняет эмоции. Большая гордость. Так красочно, так объемно. Такое количество людей задействовано. Столько исторических, можно сказать, фактов. И все это останется нашим детям. У нас очень мало в последнее время поводов таких, где мы можем объединить на одной площадке свой народ, без всяких каких-то политических амбиций. Чем больше таких будет мероприятий, тем будет теплее народу, интереснее. Хочется выразить слава благодарности тем бахчисарайцам, которые пришли сегодня на премьеру сказки Хевердеде. Мы надеемся, такого рода показы у нас еще продолжатся. По реакции сегодняшних зрителей, которые присутствовали на показе в фильмах ХДРДД, я понимаю, что мы на правильном пути. И крымско-татарский кинематограф должен и будет развиваться. Ангелина Сацик, Булезар Мустафаева, Эдем Халирич. Новости ЮАК Рым. Это все новости к этому часу. В студии работала Елизавета Цареградская. Следующий выпуск новостей смотрите в 19.50 и подписывайтесь на ЮАК Рым в Facebook. Продолжение следует...